Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе, умножаться и возрастать в познании Господа нашего Иисуса Христа, сущего над всем благого Бога, имя которому любовь, умножаться через дело любви, отупования и отречения, отупования на Господа с отречением от себя. Хотел, давайте помолимся, да, и Христос посреди нас всегда нас просвещает, всегда нас вразумляет. Господи, Иисус Христос, Сын Божий, Господь мой Бог наш, спасибо Тебе за все, благослови эту трансляцию, уста говорящего, уши всех слушающих и блаженные руки всех печатающих, да прославишься Ты, сущий над всем и неизменный в слове Своем Бог, пришедший во плоти и отдавшую жизнь Свою на их кресте для искупления многих, чтобы мы узрели любовь Твою, имя Твое, явившееся нам и открывшееся через крест Твой, через жертвенную любовь Твою, чтобы открылись помышления наши. И увидели мы воскресение Твое, славу и величие Твое, но главное Божество Твое, ибо жизнь в самом себе имеешь только Ты, Господь мой и Бог наш, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Христос всегда был, есть и будет, Он живой Бог, Бог живой, и сейчас мы, кстати, эту тему и разовьем. Истинный ложь, да, кажется? Надо столько книжек перечитать, что-то там, особенно истина духовная, так как ее называют, видимо или невидимо, весь этот культ, который все время окутывает истину, через всякие разные эти направления конфессии, как определяется истина для человека. Иоанн Богослов очень хорошо сказал, свидетельство веры в самом человеке, в своем первом послании. Ну, вера, мы верим в истину, ты же не веришь в ложь. Иисус Христос истина, да, истина, я верю в истину. То есть вера, свидетельство веры и свидетельство истины, это одно и то же. То есть у меня свидетельство истины в самом себе. Бог просвещает всякого человека, пришедшего в мир. Бог есть жизнь, он говорит. И он говорит, я есть истина. Значит, как определить истину и ложь? Да все, что не связано с жизнью, это ложь. Потому что все, что не связано с жизнью, смерть, это мертвичина. Если я не понимаю, что я делаю, я подобен, я не знаю кому. Вот даже животные не делают то, чего они не понимают. Так вот Бог им инстинкты положил, да? А люди уподобляются, я даже не знаю кому. Я говорю, животные сравнивать надо. Ой, хуже скотина. Вернее, как скотина. Так никак. Скотина не безумствует, а человек может безумствовать. Зачем ты это делаешь? Вот спроси порой что-нибудь в культе. Зачем ты это делаешь? Так надо. Кому надо? Богу ничего не надо. Бог сказал, чтобы ты веровал в Него, ибо это тебе во благо будет. Потому что тот, кто свой источник не отрицает, а все из него берет, он сам счастливый. Ибо брать, нам кажется, всем счастье. Хотя ты потом беря, должен это раздавать, чтобы стать еще более счастливым. Но ты хотя бы бери с благодарением. Тоже хорошо. Уже будешь блажен. А если будешь раздавать, будешь еще блажен. Потому что Бог тебе еще больше будет давать. Если ты в малом окажешься верным, Господь тебя даст много. Так как определяется истина от лжи? Это очень легко. Все, что связано с жизнью. Бог живой. Бог есть жизнь. Бог есть любовь. Значит, все, что связано с любовью и упованием на Бога. И любовью к ближнему. Это жизнь. Это истина. Все, что не связано, все это мертвичина и ложь. Я купил иконку. Зачем? Какого-то там дяди Степу. Дяди Степы. Или тете Степы. И что? Ну, купил ты ее. Ну, повесил. На Бога ты не уповаешь. Теперь ты уповаешь на эту деревяшку с дядей, с тетей Степой. И деньги потратить. Вот это лучше отдай. Бомжу их. Уповай на Господа, что завтра без куска хлеба не останешься. Вот. Вот жизнь? Да, жизнь. Человек живой-живой. Ему нужны твои деньги. Ему нужны. Ему есть хочется. А иконки твои ничего не надо. И так, куда ни ты к ней. Люди занимаются вещами нужными. Никто фигней не будет заниматься. Самое страшное, говорят, было одно из таких тоже страшных наказаний. Страшных наказаний много. Где-нибудь вот в лагерях там, в любые войны было, в плену. Пленных заставляли не просто работать, не просто работать, а делать бестолковую работу. Вот издевались и говорили, вот ставили надсмотрщика с автомата. И говорят, переноси с одного места на другой камни. И вот человек это делал пока. Человек с ума сходил. Потому что человек готов трудиться. И даже готов в плену, как говорят, сбатрачить. Он даже понимает, что может быть доброе дело. Они там строят какую-нибудь на Колыме железную дорогу. И он даже вдохновляет и поддерживает хотя бы там мысль, что он хоть какую-то пользу приносит миру. Если человек начинает делать бестолковую работу, он начинает сходить с ума. Мы все это знаем. Кто работал хоть в каком-нибудь подчинении, я думаю, что, ну я не знаю, сколько там из меня слушающих, кто кем был. Бывают люди и в разных, бывают на разной стороне, так скажем, баррикады. И начальником были, и подчиненным. Вот я тоже был и в разных уровнях начальства, и в подчинении. Как тот сотник говорит, и имею воина в подчинении, и сам подчиняюсь. И, конечно, помню, когда, какой у тебя протест, ну, допустим, вот ты подчиненный на заводе, я помню, работал еще в студенческие годы, на стройках там работал. Когда ты видишь, что бугор явно ошибается, и чуть ли не вся бригада может даже видеть, там, или весь коллектив какой-то, да. И вот что, ну не туда. Будешь сейчас, знаешь, он говорит так, а ты уже, может быть, опыт имеешь даже больше него, именно опыт, он может знать теории, поэтому говорит, что так надо делать. А ты уже на опыте знаешь, что ничего из этого не получится, придется переделывать. Он говорит, нет, вот я начальник делаю. Вы, естественно, подчиняйтесь и делайте. Но после этого оказывается, что по опыту, да, что сделали, ничего не получилось. И переделывайте. И, конечно, когда тебя заставляют делать работу, когда ты знаешь, что ты будешь переделывать, это потом все равно что-то куда-то ставят, что через 2 часа это все равно придется еще время тратить. Нет бы сразу туда, вот подготовить место там. Нет, бросим, а потом будем вручную перетаскивать. Я помню вот такие моменты. Ну, да, сейчас ты затратишь 10 минут, но ты сделаешь, и все. И потом ты сэкономишь много часов. Нет, давай здесь плюхнем, а потом вручную полдня будем перетаскивать. Это я вот сейчас что-то уж конкретно, ну, так вспоминаю кое-что всю жизнь. Помню вот эти все случаи. Это же бред. И ты начинаешь с ума от этого сходить. Потому что делаешь бестолковую работу. Работу, которая не приносит никому пользы. Естественно, ни ближнему, ни тебе самому. Упование на Бога всегда делает тебя счастливым и свободным, то есть тебе польза. Любовь делает, в принципе, то же самое. Делает тебя счастливым, по сути. А упование делает человек свободным, упование на Бога. Да и одно без другого, как я говорил, в принципе, невозможно. Ибо это семечко, раскрывшееся в две стороны. Да и как у человека. У него есть сокровенный внутренний мир. Да и даже телесный сокрытый. Кости, они укрепляются, утверждаются, разрастаются. Да, есть внешний человек. Одно дело внешнее видимость, другое дело внутреннее. Мы знаем, внешний человек может быть здоров вроде бы, а там кости все. Какие-нибудь есть болезни, там по нему вдаришь, у него рука сломается. Вот все, что связано с жизнью, это истина. Причем не надо искать какие-то общие истины. Общая истина одна. Бог тебя призывал быть богоподобным в самом начале. Заповедь была от начала дана, Иоанн Богослов говорит. Но не так, как Каин, который Ави любил. И от него мы слышали ту же самую заповедь, когда он пришел в последнее время. Любите друг друга. Это заповедь, это цель человека. Это замыселы тебе Бога. Быть любовью. Бог есть любовь. И опять общая мысль, это же мысль, это свойство человека, что каким образом любят друг друга, а каким образом еще более конкретно делами любви, естественно. Не экзальтировать. Я люблю, я люблю, а что тебя не попроси сделать? Рукой, пальцем о палец не ударишь. Поэтому все, что не связано с твоей конкретной жизнью, ты в жизни либо что-то делаешь для себя, либо для кого-то. Вот максимум ты можешь свою жизнь, если ты принял Божий замысел себе, его подобиться ему в любви, ты начинаешь просто делать эти дела любви. И максимум в жизни время, траченное на себя, ты тратишь на других. Все. Вот весь смысл жизни-то. Ну и на других опять, как можно самого себя обманывать, я вот этого не понимаю. Я пойду за него в храм помолюсь. Да ему нужна твоя молитва в храме-то. Ты его вчера обидел, или у нас все еретики кругом. Я буду за еретика молиться. Да ты его сам осудил еретиком и молишь. Ты тратишь время. Да ты сделай добро этому человеку, тем более, если, может быть, он нуждается. А нет, он еретик, этого Бог наказал. А я за него буду молиться, чтобы он от своей ереси отстал. Ой, беда страшная. Это вообще просто караул какой-то. Все, что не связано с жизнью, это ложь. Все, весь этот культ, весь этот обряд. Все по часам встали, умылись, побежали куда-то. Да это все чепухня. Все это, где эта палка, где гестапо, где нет свободы, это все чушь. Все чушь человеческая. Нет там никакой истины, нет никакого Бога. Бог там, где жизнь. А где мертвичина, где палка, где террор духовный и телесный. Где гестапо. Это все, там нет никакой истины, там нет никакого Бога. Там нет никакой любви. Никогда не будет. Любовь это свобода, это жизнь. Это дела жизни, дела любви. Все очень понятно на самом деле. Поэтому истина от лжи элементарно определяется. Весь этот культ наносной во всех конфессиях и во всех религиях мира. Как его определить, нужен он мне или не нужен? Боятся мне Бога, что я исполняю, да не исполняю. Да тебе это нужно. Нет, нет, выкинет на помойку. Даже не прикасайся. Это мертвичина. Бог сказал, не прикасайся. Иначе будешь не чист до вечера. В Ветхом Завете он так учил иудеев плотских. Вот и вы не будьте плотскими иудеями. Не надо вам эта мертвичина. Да забудьте вы о ней. Предания эти, читать эти книжки. Кому это надо? Кому это надо? Никому это не надо. Какие-то там понапридумать всяких молитв к этим ко святым. Кому это вообще надо? Да святой тебя слышать там не слышит. Никто этого не знает. Никому он не отвечает. Зачем все это надо? Да ты люби ближних. Дома у тебя семья есть. Вот и занимайся делами любви. И повеселись с ними. И позаботься от них. Еду там приготовь. Это забота. Раздели какое-то удовольствие. Поиграй. Это веселье. Дети, жена, муж, родители, друзья. Кто-то тебе по пути жизни встречается. Ты куда-то вышел. Твори дела любви. Все остальное, мертвичина. Никому не нужны. Никому не нужны. Вводящий человека в прелесть и в сатанизм о себе. Само мнение. Что он какому-то богу служит. Там понапридумает сегодня. Понапридумает. 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 И еще раз понапридумает. И еще раз 25 понапридумает. И целый вагон вокруг земли обмотают этими бесконечными придумками. И вот живем, 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 живем. В каше в этой крутимся. А вот люди некоторые выйдут из этой каши, смотрят, думают, Господи, помилуй, слава тебе, Боже наш, слава тебе, что ты меня из этого круговоротного болота вытянул. Кому это все надо? Это вообще никому ничего не надо. Все эти системы от сатаны. Потому что где система, там нет жизни. Там мертвичина. А где мертвичина, там нет Бога. Ибо Бог есть жизнь, а жизнь есть дела жизни. А дела жизни – это любовь с упованием на Бога, отвержением себя. Все формула до боли простая. Все эти обличения, унижения, оскорбления – это все не от Бога. Бог тебе этого не просил делать. Он тебя ни над кем, ни судьей, ни наставником, ни учителем, ни обличителем всем на свете никогда не ставил. Бог подает всем и злым, и добрым, и благодарным, и неблагодарным. Всем. Он воплотился показать, как надо жить. Воплотился, показал. Многих он там обличал грешников. Нет. Которые ему лично противились. Ему истине. Ему истине противились. Он лично обличал. Тебе это какое-то отношение имеет. Твой брат, что истине противится? Нет. Он живет так, как он хочет. Нет. Он говорит, я живу поистине. Я живу в мире. Пусть живет. Тебе какая разница, как он идет? У него свой путь, свои таланты, свои дары. Ты кто есть? Судишь другого. На каком основании? На основании евангельского религиозного кодекса. Тебе его никто не давал. Его так никто не называл. Это блага весь для твоего спасения. Ты по ней живи. Цветом своих дел. Вот обличай там, или как сказать-то, освещай чужие кривизны-то и недостатки. Вот это, конечно, беда. Так что Бог есть жизнь. Бог есть истина. Бог есть любовь. Эти имена мы знаем. Бог не мертвечина. Он не есть Бог мертвых. Он не ложь. И он не смерть. Бог есть жизнь. Бог есть свет. Бог есть истина. Поэтому он не ложь, не мертвечина. Все, что касается оказания, проявления какого-то дела любви, истина. В данный момент в моей жизни, да, это для меня истина. Все, что касается, которое, в принципе, невозможно, делая любви без упования, отречения от себя. Эти вещи взаимосвязаны. Все. Поэтому, в принципе, вся моя жизнь, цель ее, это Бога уподобление, данное от начала мироздания. Это замысел Божий. А Бог есть любовь. Поэтому я могу только уподобиться Богу в чем? В любви. Никому не молиться. Ему не надо никому молиться. Он ни в кого не верит. Он Бог. Он не постится, не воздерживается. Он любовь есть. Он творит все время благие дела к нам. Благие. И мы можем только уподобиться, творя благие дела к другим людям. И Бог не надо воздерживаться. Он источник. Нам надо. Потому что мы берем от Него. Если мы все это в себе заткнем, и дальше это не потечет. Источник воды живой. Станем эгоистами. Нас разорвет от Божьей любви. Надо открыть в себе и дальше передавать. Бог будет тебе наполнять ровно столько, сколько тебе надо. И дальше будешь передавать. Вот так вот. Вот она. Истина и ложь. Все понятно. Ничего сложного нет. Так что любите истину. А истина есть любовь. Есть Бог. Есть жизнь. Жизнь. Все, что связано с моей жизнью, это мне нужно. Все, что это мертвичины. Я не понимаю, зачем мне это. Если я какой-то автомат делаю, не понимаю, зачем я это вообще делаю. Зачем? Если я молюсь с утра не потому, что я ощущаю живого Бога. Да. И с утра просыпаюсь и первым делом здороваюсь с Господом. Как с любым родителем, отцом. Беседую. Прошу у него на карманные расходы. Все как с нормальным родителем. Не по каким-то бумажкам всякую фигню вычитываю. А реально общаюсь с Богом. Прошу его благословения на сегодняшний день. Да, это все нужно, это все истина. Мне радостно с утра поцеловать родителей. Вот и я, я целую Господа своей молитвой. От сердца, душевной, в простоте слова. Прошу, что мне на этот день кажется, что мне будет полезной. Хотя Бог лучше меня знает. Я говорю, отец, ты все знаешь. Что нужно, подай мне. Ты знаешь, вот за беды или радости моих братьев. За радости спасибо. За беды тоже спасибо. Помоги, что там. Не прибавляй меня в печали. Хотя, если нужно будет, я буду проявлять долготерпение. Все, ты просто общаешься с живым Богом. Ты вот с ним живешь, он посреди нас всегда. Жизнь есть Бог. Мертвичина нет никакого там Бога. Все, что вы занимаетесь как под автомат, что это какому-то Богу нужно, все, забудьте об этом. Это ложь. Богу от вас ничего не нужно. Вообще ничего. Ноль. Просто вот ноль. Круглый. Не ноль целых, одна десятая. Не две. Не даже десятых. Не даже тысячных. Не миллионных. Вообще ничего. Ноль. Абсолютный математический ноль. Богу от вас ничего не надо. Богу от вас ничего не надо. Ему дать ничего невозможно. Максимум, если вам по-детски сказать, это то, что Бог радуется о том, что вы любите других и становитесь счастливым, исполняясь его духа любви. И сами действительно становитесь свободными и счастливыми. И то по-детски. Бог и от этого не особо-то радуется. Бог блажен сам в себе. Ну все, на этом закончим. Хватит об истине лжи. Я имеющий уши, да слышит. Господь мой Бог наш. Творец наш и Создатель. Источник жизни и причина. Податель всякого блага. Всякого счастья на земле. Спасибо за все. За все на свете. Спасибо, Господь. Спасибо за все. За то, что привел нас в бытие. И воспитываешь нас. Взращиваешь. В совершенный возраст. В совершеннолетний. Готовый к брачному пиру с тобой. Слава тебе, Господи. Слава тебе. Спасибо за все. Все твои благословения всегда пребывают на нас. Всех алчущих и жаждущих тебя. Искренних, чистых сердец Христолюбцев. Слава тебе, Господи. Слава тебе. Христос посреди нас, братья и сестры. Кому понравился ролик, ставим палец вверх. Кому не понравился, все равно палец вверх. Делимся роликом со всеми, с кем считаете нужными. Все мои адреса каналов наверху. Контакты внизу. А полезные ссылочки справа от меня. Все. Пока-пока. Пока-пока.